Самостоятельно рекомендуют вести судебные дела с адвокатом. Но если вы все-таки решили самостоятельно выступать в суде, то на какие правила стоит обращать внимание и какие доказательства следует приводить? Сейчас расскажем. Как подготовиться к судебному разбирательству самостоятельно? У вас должны быть две основные книжки. Это Гражданский кодекс и Гражданский процессуальный кодекс. Если Гражданский кодекс... Это вот почему вы решили идти в суд и защищать свои права, то есть на чем вы основываете свои требования или возражения, или почему ваши права нарушены, то вот эта книжка Гражданский процессуальный кодекс о том, как вы будете судиться, то есть регламент судопроизводства. И если с Гражданским кодексом попроще иногда, ну там нашел статью, допустим, что должник должен вернуть денег по договору займа, ну и написал это в исковом заявлении. Или, например, что арендатор квартиры, если не платит больше двух месяцев, может быть выселен. То регламент судопроизводства надо будет изучать, иначе вас просто запутают. Даже начиная с оформления иска, когда готовите исковое заявление, прочтите требования к его оформлению, ну иначе ваш иск просто могут не принять. Прямо по пунктам статьи, вот что должно быть указано в исковом заявлении, что должно быть к нему приложено, прямо вот перечисляйте. Запомните, в советском прошлом суд сам занимался поиском доказательств, чтобы вынести справедливое законное решение. Сейчас стороны должны добиваться этого самостоятельно. Какие доказательства надо предъявить суду? Второе. Коль скоро вы поняли, что сами должны представлять доказательства, хорошо бы знать, что это такое, и какие требования к доказательствам предъявляет закон. Опять же, прочитайте вот в этой книге. Прежде всего, доказательства должны быть относимыми к делу и допустимыми. Ну, то есть, отвечать критериям этих двух принципов судопроизводства. Относимое доказательство такое, которое имеет отношение к делу. Ну, то есть, если вы доказываете, что ваш должник по займу не платит вам проценты, не надо представлять доказательства, что 10 лет назад он служил в армии, даже если это вам кажется очень важным. Это к сегодняшнему делу не относится, и поэтому суд это доказательство не примет. Что касается принципа допустимости, то это значит, что доказательства должны быть получены легально, без нарушения закона. Вы не можете представить в суд какой-то там документ, которого у вас быть не может, если вы не докажете, откуда его взяли, и взяли легально. Доказательствами являются показания сторон, не забывайте. То есть, даже ваши показания, что вы говорите, это тоже доказательства, поэтому очень внимательно готовьтесь к тому, что вы будете говорить в суде, и как будете отвечать на вопросы. Также являются доказательствами показания свидетелей, экспертов, специалистов, но не думайте, что можно взять показания у кого-то и заверить у нотариуса. Это может не сработать, ибо по закону свидетели должны быть лично допрошены в суде, предупреждены об уголовной ответственности и дать показания устно. Письменное доказательство, ну, с этим более-менее понятно. Документы там, разные письма, но, опять же, вы можете ссылаться только на оригиналы документов или надлежащим образом в заверенные копии. Если вы принесете в суд просто фотокопию какого-то документа, а другая сторона не признает его, то суд может и не принять такое доказательство. Кстати, переписка через электронную почту или мессенджеры через телефоны может являться доказательством, только надо эту самую переписку заверить у нотариуса, то есть составить акт осмотра. Это, во-первых, дорого, а, во-вторых, не всегда суд принимает такую переписку как доказательство, имейте в виду. Аудио и видеозаписи можно представлять в суд как доказательство, ничего страшного, только тут важно, опять же, помнить о том самом принципе допустимости доказательств. Вы можете представить аудиозапись, например, вашего разговора с оппонентом, если осуществляли аудиозапись сами, ну, то есть писали свой и его разговор, но вы не можете представить аудиозапись чужого разговора, так как вы не имеете права прослушивать и записывать чужие разговоры. Ну, конечно, есть исключения, если только тот, кто записал этот разговор, представит аудиозапись, аудиозапись и будет допрошен в качестве свидетеля в суде. Доказательства в суде. Показания сторон, показания свидетелей, показания экспертов и специалистов, письменные доказательства, аудио и видеозаписи. Как подготовиться к допросу свидетелей? Ну, во-первых, не задавайте вопросов, на которые не знаете, что может ответить свидетель. Ну, иными словами, избегайте вопроса «почему». Вам и судье не должно быть интересно, почему, например, свидетель, будучи охранником, не проверил паспорт у посетителя, который потом что-то украл в вашем офисе. Лучше задать два вопроса. Например, вы должны были проверить паспорт? Ответ – да. Вы проверили? Нет. Вам, может быть, этого достаточно, чтобы суд уяснил факт нарушения со стороны свидетеля, а не с вашей. А почему свидетель халатно отнесся к своим обязанностям охранника? Ну, для вашего дела может и не иметь никакого значения. И еще одна важная часть судебного процесса – это речь в прениях. То есть, устное ваше выступление, как бы подводящее итог процесса. Об этом написаны сотни, наверное, книг, в том числе и я, не исключение, отметился учебным пособием по этому поводу. Но главное, что вы должны уяснить три простых правила. Вы должны очень хорошо знать материалы своего дела, от корки до корки. Вы должны подготовить речь, написав ее на бумаге, а потом лучше выучить. Ну, и потренироваться перед зеркалом, как вы будете ее произносить. И вы должны говорить речь не так, чтобы судья понял, а чтобы не смог не понять. Остались вопросы? Задавайте по адресу утрособака.ntv.ru Субтитры подогнал «Симон»!